Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Небесу и во веки веков! Аминь! Веков Аминь! Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители! 14 октября, воскресный день, празднуется Покров Престой Богородицы. Это великий праздник Русской Православной Церкви, полное название которого Покров Престой Ладычества Нашей Богородицы и приз на Деву Марии. Это событие произошло во Влахернском храме в Константинополе в 1910 году. Божья Матерь распростерла свой амафор, то есть покрывала для головы над молящимися в храме, и это чудо стало знаком заступничества. Тысячу лет тому назад народ, со всех сторон теснимый тяжкими испытаниями, народ, который находился на грани гибели, молился в храме Влахернской Божьей Матери за всеночные бдения, думая, что не осталось ему уже никакой надежды. Враги обступили город, и люди готовились к гибели. И вот ночью, потому что в те далекие годы всеночные бдения служило всю ночь, произошло необычное явление. Двое из молящихся, Христа радиеродивый Андрей и его ученик Епифаний, увидели, что в храме на воздухе парила фигура Богородицы, простирающая над молящимися свой блистающий покров. По молитве людей и предстательствам Божьей Матери город и люди избежали гибели. Народ, с которым произошло это чудо, забыли его. Русские же помнят. Почему так случилось? Какой-то промысел Божий здесь есть. Почему мы празднуем событие, которое, казалось бы, к нам с вами непосредственно отношения не имеет? При чем здесь мы? А при том, что все мы дети Богородицы. Нас сам Господь усыновил на кресте своей матери, сказав апостолу Иоанну, все мати твоя. Все мы, у кого еще живы матери, и те, у кого они уже умерли, не сироты, потому что Божья Матерь защищает нас своим благодатным покровом. Вот почему русские христиане с такой торжественностью и радостью встречают этот праздник. Наш народ всем сердцем и всей душой возлюбил этот день, потому что Божья Матерь являла и являет нашему Отечеству свою любовь. Мы верим, что и сегодня Богородица здесь и с нами молится о нас Богу. Мы твердо уверены в ее постоянной помощи. Только два человека видели событие покрова своим духовным зрением. Андрей Христо-Радио-Родьевый и его ученик. Так в чем же разница между ними двумя и нами, кто верою приходит к храм и вера возносит их душу к Богу? В жизни каждого из нас было событие, одно или несколько, которое уверило нас в существовании духовного мира. В том, что Господь действительно управляет судьбами человеческими, приводит нас в этот мир и от жизни временной возводит к жизни вечной. Перед Богом все мы дадим ответ за свою жизнь, за свои дела и даже свои мысли. И тем не менее большая разница между подвижником, избранником Божиим, который живет в духовном мире, и нами, которые лишь время от времени прозревают и устремляются к Богу. Мы приходим в храм, чтобы принести Богу жертву покаянием, молитвой, свечой. Но очень часто мы не имеем твердой решимости отсечь от себя свои греховные привычки, слабости, немощи и, самое главное, свою лень. А вот Христорадьеродивый Андрей всю свою жизнь посвятил богообщению, постепенно отсекая все то, что становилось между ним и Богом. И именно он сподобился видению Пресвятой Богородицы. Возрадуемся, дорогие братья и сестры, что мы имеем такую заступницу рода христианского, любящую мать, которая всегда и каждого слышит и каждому помогает. Попросим у нее от всей души и от всего сердца благодатной помощи. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Всех, дорогие телезрители, сердечно поздравляю с настоящим праздником. Покров Пресвятой Богородицы, храни во всех Господь. Спаси Господи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, великий с Твоего веки веков. Аминь. Веков Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святым. Субтитры создавал DimaTorzok